Динамо 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 А Волков пытается обыграть защитника «Спартака», не получается. Не так уж много зрителей, я считал, что их должно быть больше, поскольку матч вечерний, закончился рабочий день. Ну, здесь, с моей точки зрения, немножко смазано было открытие этого турнира, поскольку зрителям оно началось в 6.20, зрителям пришлось ждать начало игры аж 40 минут. Удаление. Удаление, по-моему, у «Спартаковцев». А, да, совершенно верно. 78-й номер «Спартака» – это Александр Комаристый из второго «Спартаковского звезда» Никонсов, Губин и Комаристый. Комаристый в прошлом сезоне играл за чеховский «Витязь». Итак, честное преимущество. Первое. После почти пяти минут игры у московских «Динамовцев». Пестунов выигрывает вбрасывание. 39-й номер – это Игорь Щедилов. Кокарев, Щедилов. Снова Кокарев. И 1-0. Хороша комбинация была. Великолепная передача от Кокарева в центр площадки. По-моему, Пестунов становится автором заброшенной шайбы. Или Чернов. Артем Чернов. 1-0. Вот еще раз посмотрите. Никого нет. На ближнем практически пятачке абсолютно свободный Чернов. 1-0 сразу. Динамовцы реализовали численные преимущества. Им хватило для этого порядка 30 секунд. Довольно надежный такой вход в зону. Довольно четкий розыгрыш шайбы. Это Кудашов. Вбрасывает шайбу в зону соперника. Борется молодой спартаковец-защитник Мамкин с соперником. Еще один бросок. Шайба попадает в Дениса Макарова. Но вскакивает к Динамовцу. Еще один бросок. Низам очень опасно. Беспрерывно. Вот 6 минут атакуют динамовцы. У Спартака вообще очень неважно. Атака выглядела на турнире в Нижнем Новгороде. Очень неважно. Вышел шайбер из зоны. Это Новак. Снова Новак. Комаров. Штумпель. Опять потеря шайбы в своей зоне. И самое главное это нет ни одного партнера, с которым можно было бы сыграть. Вот так вот Штумпель не по собственной воле оказался в очень сложном положении. Вишневский. Нет, не получается. Селезнев. Вы знаете, это мне напоминает матч в Нижнем Новгороде, когда динамовцы на протяжении всего матча господствовали. Что хотели, то и делали в зоне Спартака. И это, я считаю, что Спартаковцам повезло, что только 5-1 они проиграли. Опасно. Бросок к воротам. Ну а сейчас, нет, спаслись динамовцы. А 22-й Губин. 78-й Комаристы. Козлов. Вячеслав Козлов. Олег Зарук на ваших экранах. Главный тренер московских динамовцев. Очень хотела в межсезонье сборная команда Латвии получить его в качестве тренера. Но динамовцы, динамовское руководство отказало. Ну, естественно, в прошлом году относительный был неуспех. Но, тем не менее, руководство посчитало, что слишком много внимания в ущерб клубу уделяет знарок сборной команде Латвии. И поэтому, ну, и отказали, во-первых, Латвийской Федерации хоккея. И, во-вторых, наверное, была бы у меня соответствующая беседа с Олегом, для того, чтобы найти компромисс, для того, чтобы найти общее решение, которое бы устроило обе стороны. А девятая минута первого периода. 1-0. Динамо впереди и беспрерывно атакуют. Вы знаете, «Спартак» не успевает довольно часто. Это Селезнев за соперниками. Не с кем сыграть. Два нападающих уже на синей линии, а Селезнев в своей зоне. Только в своей зоне. Я много раз уже говорил, что отдать передачу на 40 метров – это целая проблема. У нас таких мастеров в истории нашего отечественного хоккея было раз-два и обчелся. Вишневский. Это проброс, наверное. Нет, судьи считают, что можно играть. 16-й у Динамо – это Сергей Соин. Мы его привыкли видеть в Череповце под шестым номером. Здесь 16-й. Ну, вот, потери на пустом месте. Молодой, 87-й номер, Артем Зимченок, потерял шайбу. Динамо все разворачиваются. Комаров. Нет, не удалось. Ему особенно не давали. Да и партнер уехал за воротом. Штумпель чуть было не ошибается в передаче, но путашка милая ему даешь. На нем соперник сидит. Положение вне игры у Спартака и выбрасывание в средней зоне. Опасный какой выброс шайбы из-за ворот удаления. Очередное удаление у Спартаковцев. Второе уже в сегодняшней встрече. Толчок в спину. Так определяет один из главных судей. Бодров. Простите, Денис Макаров отправляется отдыхать. У Спартака отсутствует два основных защитника. Бодров и Баранка. Ну, я уж не знаю по какой причине. Постараюсь в перерыве выяснить. Но их отсутствие, конечно, сказывается на игре в обороне. И так-то у Спартака оборона не ахти какая. Порой не выдерживает никакой критики. А здесь еще два основных защитника отсутствуют. В том числе, безусловно, лучший в составе. Это Иван Баранка. Словацкий легионер. Ту же комбинацию, только с другого фланга. Пытаются разыграть динамовцы. Волков Константин сделал передачу на линию ворот. Своему партнеру. Не вижу, кто это. Не вижу номера. Тринадцатый Вячеслав Козлов. Не смог поймать шайбу Иван Косутин. Ох, какая неточная передача в исполнении Козлова. Квапел. Нет, оставляет шайбу. Динамовцы делают смену. И Спартак тоже. Михайлов Егор восьмой. Вместе с... Вместе с девятнадцатым. Это Михаил Юрьков. И в очередной раз Спартак выбрасывает шайбу из зоны. Тридцать семь секунд остается Спартаку играть в меньшинстве. Михайлов в борьбе с динамовцем. Егор, кстати говоря, очень неплохо выполняет эту роль обороняющегося при игре в меньшинстве. Пестунов. Просто так шайбу никогда не отдаст. Вот сейчас нашел возможность между ног сопернику отдать шайбу партнеру. Вратарь Ерёменко предупреждает, что сейчас спартаковцы будут играть в полном составе. Макаров уже на площадке. Быстренько сменился. Меняются и два защитника. Это Мамкин. Ну что, проиграл единоборство. Просто в борьбе хитрее Мамкина молодого оказался динамовец. Коньков пробрасывает шайбу в зону Спартака. В брошенной шайбе тут же динамовцы навязывают борьбу. И Спартаку в этой борьбе приходится очень непросто. Динамовцы всегда отличались умением вести единоборство. В этом компоненте Спартак им уступает на сегодняшний день. И опять Коньков сбивает там вратаря, сбивает защитника. Жив остался в этой схватке только вратарь Спартаковцев Иван Косухин. А вот, обратите внимание. Нет, это Кудашов. Это Кудашов. Я думал, Коньков. Поскольку это больше похоже как раз на агрессию Конькова, чем на Кудашова. Кудашов менее размеренный игрок, который не всегда идет вот на такие обострения. Комаров. Пиганович. Кому? Кому? Там только игроки в белой форме. Никаких нацеленных передач у Спартака. Только одно желание. Как можно быстрее выбросить шайбу из зоны. Ну что такое? Горовиков раз потерял, два потерял. Новак. Яласваара. Очень неплохие легионеры у Динамо. Очень неплохие. Квапел. Яласваара. Новак. Вячеслав Козлов. Проброс. Предлагается динамовцам вернуться на поле. И все оставить так, как было. Поскольку при пробросе команда, сделавшая это, не имеет права меняться. Сам Спартак-то вот поменялся. Михайлов, Юньков. Аюньков, Михаил и Михаил Жуков. Косутин вступает в игру. Без дела Александра Еременко. Был у него один опасный момент. Вратарь справился. Вбрасывание в зоне Спартака. Константин Волков. У Динамо на точке. Нет, уступает место Козлову. Квапел, Козлов и Волков. Немножко динамовцы изменили сочетание звеньев по сравнению с тем, что было в Нижнем Новгороде. Ну, это, в общем-то, нормальное явление. Надо было какие-то меры принимать. Принимать шалеопасно. Бросок по воротам. Мимо. Хороший момент был у Спартака. И хороший был пас вот от борта ближнего. Но куда такие передачи? Жуков. Это Макаров. Но Жукову теперь надо ехать туда бороться. Поборолся он. Граник проиграл единоборство Жукова. Контратака вдвоем против одного. Кого-то из Спартаковцев шайба попала. В результате не дошла она до партнера. А хорошая была контратака. Может быть, Игорь Щедилов немножко затянул. Ну, для него, в общем, это не совсем привычно, поскольку он защитник. А тут друг вылетел на контратаку вдвоем с партнером. Если бы это был нападающий, может быть, он принял рациональное какое-то решение. Ружечка бросает шайбе в зону. Вот снова команды там пытаются. Ой, как опасно. Бросок поворотом в исполнении. Хоссе не очень удачно. А пока, вы знаете, это первое звено Спартака, составленное Словаков. Ну, серьезного впечатления не производит. Не знаю, как будет в регулярном чемпионате. Хотя мы прекрасно знаем Ружечку. Мы знаем, что Штумпель на протяжении двух сезонов, сначала в Астане, потом в Минске, был лучшим и самым результативным нападающим. Хосс великолепно играл в Риге. Удаление. Удаление у динамовцев. Первое в этом матче. Яла Сваара, по-моему, отправится отдыхать. Ну, по-русски-то Яла Сваара не понимает. Делает вид, что удаление его не касается. Отправился. Девятый номер. Штрафной бокс. Кто на реализации численного преимущества? Какое-то странное сочетание. Вместо Ружечки на левом фланге. Михайлов Штумпель Хосса. Это Хосса. Назад на Пигановича. Бросок к воротам. Молодец. Еременко в последний момент увидел шайбу. Среагировал. Среагировал. Молодец. На полускоростях. Вот теперь все уперлись в синюю линию. И динамовцы, и спартаковцы. Две с половиной минуты до окончания первого периода. Что же мы 10 раз назад отдаем? Михайлов-то зачем это делает? Принял. Был на скорости с виража. Вы знаете, как хорошо с виража выходить сразу, набирая скорость. С шайбой отобрал неразбериха в стане Спартака между защитниками. Ну и что там? 48 секунд в распоряжении красно-белых на реализацию численного большинства. Агубин. Назад. Правильно. На один и тот же технический прием Губина попались два динамовца. Комаристы. Хорошая передача могла быть на дальнего защитника, но не прошла. А вот обратите внимание, какая контратака хорошая. И Жуков посылает шайбу выше ворота. А здесь контратаку уже Динамо. И в падении Егор Михайлов спасает свою команду от серьезных неприятностей. Вряд ли бы там Иван Косутин выручил свою команду. В полном составе динамовцы Спартаку не удалось реализовать численное преимущество. И не удалось даже, вы знаете, постоять так в зоне соперника и попугать его броском. Не удалось. Очень серьезное внимание динамовцы уделяют игре на пятачке. Там у них почти постоянно находится игрок. Это Селезнев и неточная передача на партнера. Будет проброс. Проброс. И шайбу привезут к воротам Александра Еременко. Через 23 секунды прозвучит сирена до окончания первого периода. Загадывать заранее, конечно, нельзя. Но, тем не менее, можно сказать о том, что в оставшееся время больше шансов забросить у Спартака, чем у Динамо. По одной простой причине. Брасланд это в зоне Динамо. Вишневский. Звучит сирена. Закончился первый период. 1-0. Динамо впереди. Артем Чернов стал автором единственной заброшенной шайбы. Динамовцы реализовали численное преимущество. Кстати говоря, это, по-моему, Ахилесова пята. Да, Московску-Спартака плохая игра в численном меньшинстве. Во всяком случае, серьезные огрехи у команды были в прошлом году и в позапрошлом. Когда состав был, ну, с моей точки зрения, чуть сильнее сегодняшнего. Итак, закончился период, а я передаю слово в студию. Команда готова к тому, чтобы начать игру. Первое звено у Спартака. Ружечка, Штумпель, Хосса. Защитники Вишневский и Пиганович. У Динамовцев это звено, в котором играет первое звено Комаров-Горовиков-Колник и Граник-Ялосвара. Два защитника. Ялосвара спешит к шайбе, но там Горовиков попридержал Спартаковского. А нападающего не дал ему возможности подойти к шайбе. Контратака Динамо. Граник подключился совершенно, вы знаете, так неожиданно для спартаковцев. Двадцать шестой номер атаковал. Ну, вот у Хосса хватит мастерства, скорости для того, чтобы что-то такое придумать. Бросок поротом в исполнении Ружечки. Шайба застряла где-то в ногах динамовских игроков. Соловьев. А это, по-моему, Вячеслав Козлов, да, совершенно верно, это он. Не спеша так держит шайбу. Ох, какая великолепная передача была на партнера. Ковапел упустил возможность увеличить счет в пользу своей команды. Хороша передача Козлова. Так не спеша держал-держал шайбу в зоне Спартака. И потом увидел открывающегося на пятачок Квапела. Квапел снова. Тремя игроками Спартак отошел назад. А не концов. А неплохое приобретение у Спартака, но, может быть, пока особого впечатления Никонцев и не производит. Но все-таки лучший новичок чемпионата страны позапрошлого сезона. Просто так, наверное, не даются эти титулы. Так что чисто теоретически неплохое приобретение. Но потом он забивает. Неплохо выглядит Михайлов. Будет выезжать из-за ворот. Бросок по воротам Еременко на месте. Жуков. Легко с ним справился. Это, по-моему, нельзя в «Динамовце» меняться. Это 39-й номер. Щедилов. А вот это передача Козлова. И Квапел не попадает как следует по шайбе. Но вы знаете, это не его вина. Все-таки она не лежала на льду. Вот когда была сделана передача, она вдруг встала на ребро. И поэтому не совсем у Квапела получился бросок с одной стороны. А с другой стороны и не успел он как следует под шайбу подстроиться. «Спартак» в атаке. На Вишневского была передача. А Юньков Александр вовсю борется с соперником. Белоконь-Воронин Александр Юньков. Вот такое звено на площадке у «Спартака». Вы знаете, по именам-то вроде и не очень. Ну, а что касается реальности, то довольно неплохо сейчас выглядело это звено в атаке. Штумпель. Удаление. Конечно, удаление однозначно. Проспал «Динамовский» защитник этот выпад Хоссе. Выхода один на один не было бы, но могла возникнуть острая ситуация. Успевал, правда, подстраховать партнера. Марек Квапел, 27 номер. А где же был Великов? Удален. На пару минут. Бойкову мы видели. С вами четвертый номер. Защитник «Динамовского» коллектива. Бойков. С кем обороняется сейчас? Бойков четвертый. Коньков, 57-й. Яла с Вааром. Бойков. Коньков и Кудашов, наверное. Нет, Соин. Не Кудашов, а Соин. Здравствуйте, Василий. В ритмаху на «Динамовском» команды «Динамовского» берутся по конкурсу на «Динамовском»! Михайлов. Падает после столкновения с соперником на синей линии. Пиганович. И назад. Шайбы. Что за ходы назад? Хосса. Пиганович. Бросок по ротам. Мимо. Опасно было. Вот не смог спартаковский игрок. Это Михайлов, по-моему. Да, совершенно верно. Не смог он добить шайбу в ворота. Помешали динамовцы. Ружечка подключает Пигановича. Снова Ружечка. Горовиков преследует его. Ну, чуть было не отобрал шайбу. Ну, вот так вот вся игра у Спартака проходит. Хосса. Хосса. Нет. Нет. И добивание. Хосса не смог переиграть Еременко. Правда, ему мешал динамовец. Макаров. Снова Макаров. Хорошая передача. Бросок к воротам. Ломает клюшку Макаров. Горовиков выбросит шайбу из зоны. Комаров ее подхватывает. Обыгрывает защитника. Почти обыгрывает. И зарабатывает двухминутное удаление. На нем Спартак зарабатывает. Нет, нет. Это свисток. Это свисток. И спартаковцы будут играть в четвером Ружечка. Динамовцы получили четверо. Чистое преимущество. Но кто у динамовцев? Я... Новок Соловьев. Извено, в котором играют Волков, Козлов и Квапел. Соловьев. Будет бить бросок к воротам. Комаристы. Выбрасывает шайбу из своей зоны. Как неудачно сейчас сыграл Иван Косукин. Выронил клюшку. Пока он ее поднимал, ушло время для того, чтобы спокойно выбросить шайбу из зоны. Та же самая комбинация. Все то же самое, что и было. Артем Чернов на острие. Атаки. Вот опять ему передача. Опять следует удар по воротам. Но промахнулся он. Соловьев. Иван Косутин выручает. Парирует бросок. Соловьев. И Квапел пытался поразить ворота. Спартака с довольно острого угла. Не получилось. Ох, как опасно Соловьев. Потерял клюшку. К тому же еще Юньков. Ну, нас предупреждают о том, что... Время на табло правильное. Почему предупреждают? Ну, несколько минут тому назад контрольное... Время штрафа бралось по контрольному секундомеру. Спартак в полном составе. Но Ружички надо поторопиться. В оборону. Косутин. Вершневский. Юньков. 19-й. Михаил Юньков. Контратака. Егор Михайлов. Хорошо обыгрывает 24-го номера. Это Пестунов. Но Пестунова навыка отбора почти нет. Поэтому не мудрый нож. Егор Михайлов его просто обкатил. Побыстрее игра, чем в первой паре. Атлант ЦСКА. Ну, нельзя сюда давать. Рядом с игроком Спартака, 16-й номер, это Белоконь, находился соперник. Как же мы туда передачу даем? Самый опасный момент у Спартака. Сначала Хоссен не смог переиграть соперника, а потом и Никонсов не сумел добить. Бойков. То хотел сказать, совершенно правый планк обороны открыт у Спартака. Там никого нет. Удаление. Очередное удаление у Спартака. Отправляется Александр Буткин на пару минут за задержку соперника, не владеющего шайбой. Наверное, нам сейчас покажут этот момент. Нет, это Ялос Ваара. Защитники очень часто у Динамо угрожают воротам Спартака. Атака не владеющего шайбой. Очень часто здесь подключается Ялос Ваара. Великов может подключиться. Соловьев может подключиться. Динамо угрожает шайбой на штрафах. Наказан Александр Буткин в диктинге. Команда Спартака. Хоса. Ну, конечно, надо выбросить шайбу из зоны, хотя динамовцев трогать ее нельзя было, потому что иначе было бы вне игры. Ах, как легко Динамо входит в зону. Комаров. И неточная передача. на Пестунова была. Снова Комаров. Как-то он очень вольготно себя чувствует. Ай-яй-яй, промахивается. Совсем запутал спартакских защитников Комаров. И Новак очень неплохо выводил ворот. Практически пустые были, потому что Косутин лежал там в другом углу. Защитники Спартака неизвестно, чем занимались, но Новак промахнулся. Гравяков. Пиганович выбрасывает шайбу из зоны. 33 три секунды у динамовцев на то, чтобы все-таки реализовать численное преимущество. Один раз они уже это сделали. Волков. Козлов. Снова Волков. Будет сам бросать. Нет, решил все-таки доверить право броска партнерам. Но вы знаете, стычки такие горячие, довольно короткие, без удалений, похожи без удалений. Нет двоих отправляет судьи на скамейку штрафников. Обоюдная грубость. Комаристы и Ковапел. А вот в первой встрече таких стычек не было. Как-то она очень мирно прошла, но, наверное, не потому, что очень любят соперники друг друга, а потому, что Макс носил такой характер размеренный. номер 27. 4 на 4. И снова в игре Иван Косутин. Динамовцы выиграли вбрасывание. Это Великов. Назад надо сделать передачу. Нет, не стал рисковать. Волков. Контратака. Ну, почему же не сделать передачу партнеру Жуков? Как-то так решил не подключать к атаке Михаила Юнькова. А этот ход напрашивался. Селезнев очень, вы знаете, рискованно передачу поперек поля делает в своей зоне партнеру по обороне. Была вероятность того, что соперник перехватит эту передачу. Белоконь, Михаил Юнков, Земчинок и... не вижу, кто еще... Это Селезнев, по-моему, да, совершенно верно, Селезнев. Бойков. А вот он с шайбой Коньков. Соин. Опасно. Бросок к воротам. Ох, какое... Динамовцы сами себе создали этот голевой момент. Воронин не смог переиграть. Какая неудачная передача. Это же надо. Но бывает и хуже. Бывает и хуже. Я вспоминаю давно, это было очень давно в матче крылья советов Динамо. Николай Карпов защитник неотразимым бросил с точки вбрасывания в своей зоне по собственным воротам. Так что Евгений Йоркин тогда вратарь Крыльев не смог ничего сделать. Для него это было абсолютно неожиданно. Карпов собирался пробросить шайбу за ворота. И вот так вот курьезно закончился тот игровой эпизод. Штумпель Барасок к воротам но динамовцы тоже ошибаются в обороне теряет шайбу на пустом месте. Протолкнул Штумпель из борьбы в шайбу партнеру и тот очень мощно бросил но промахнулся. Справа от Пашкалина был Вадим Япончинцев. Но будем говорить так воспитанник Спартака хотя он родился вырос начинал играть в хоккей в Орске. Но вот в юношеских командах был Спартаке там же из юношеских команд попал в команду мастеров так что многие считают Япончинцева воспитанником красно-белых комаристы быстрый очень быстрый но прошла передача нет она прошла но выше всяких похвал сыграл Александра Еременко выше всяких похвал пришлось потрудиться сейчас и динамовскому вратарю комаристы добивает рядом Никонцев но вот Никонцеву уже не удалось подправить шайбу в ворота поскольку в игру вступили динамовские защитники и отвели угрозу Михайлов бросает шайбу в зону соперника там она попадает к вратарю чуть получше Спартак выглядит в атаке во втором периоде но вы знаете чуть получше это не значит что он претендует на какую-то серьезную атакующую игру моментами да в общем в общем этот элемент игры то ли из-за отсутствия классных нападающих то ли из-за того что этому компоненту мало внимания уделялось предсезонной подготовки пока нападающие никак не могут разгрузить своих защитников они постоянно в работе находятся постоянно Белоконь Белоконь и кто-то из динамовцев это Соловьев придет шайба к защитнику Спартака нет проброс 5 минут 13 секунд до окончания второй 20 минутки ну а что касается Динамо Динамо так играет более свободно что ли более раскрепощенно у Динамо многое получается в атаке и моментов было достаточно для того чтобы выигрывать к концу второго периода не один ноль а несколько солидней это Ружечка повозил повозил так ничем и не кончилось это атака до броска дело не дошло была возможность неудобной руки у Ружечки бросать но очевидно он не очень был уверен в том что такой бросок принесет неприятности динамовскому вратарю стал разворачиваться в это время у него выбили шейбу из-под лёгки подошел пас на конькова штумпель помог все-таки защитнику в борьбе ну потерял шайбу Макаров Хосса бросок к воротам щитки вратарю контратака Комаров в последний момент Ружечка помешал 29 номеру Динамовцев это колник нанести точный бросок Зимченок Комаров выигрывает у него единоборство и побыстрее Комаров чем Зимченок опять опять сюда было обоюдное удаление Комаристы и Граняк одного за задержку соперника не владеющего шайб второго за удар рукой номер 78 команда Спартак за номер Комаров Комаров пытался подключить защитника это был Новак Никонцев Новак обыграть очень тяжело Пеганович бросок к воротам нет от Селезнев простите 74 номер но все закончилось шайба у Еременко никто его из Спартак не атакует как-то агрессивно Динамовцы сейчас вот именно сейчас были настроены и в результате удаления это Комаров у Спартака у Спартака хорошая возможность сейчас динамовцы втроем разгоняется спартаковская атака неудачно динамовцы пытаются выбросить шайбу из своей зоны это штумпель Хоса бросок к воротам Еременко молодец если не сейчас то когда 49 секунд еще динамовцу играть втроем пока это штумпель Ружечка Хоса и один защитник Пиканович у Спартака Горовяков на вбрасывание выигрывает Спартаковце вбрасывание Пиканович снова он как-то вы знаете Хоса бросает поворотом соперника как-то нехотя не очень по-моему надеясь на успех Губин Никонцев это Мамкин 23 номер Соловьев выбросит шайбу из зоны и это не удается Спартаку реализовать честное преимущество слишком мало времени осталось для того чтобы это сделать хорошая была возможность четвером против троих Спартак в полном составе Динамо в четвером но вы хоть раз то бросьте от синей линии попугайте вратаря Никонцев промахивается по шайбе Губин хорошую позицию занимал перед воротами минута 10 секунд до окончания второго периода положение вне игры это положение вне игры ну как же так мощнее ну отдадим должное Динамо мощнейший бросок в правый верхний от вратаря угол и счет становится 2-0 в пользу бело-голубых отдадим отдадим должное четко очень была разыграна комбинация Квапел становится автором заброшенной шайбы ну еще раз посмотрите вот видите Комаров оказывается в положении 2-0 а я думаю что справедливо абсолютно справедливо Динамо лучше это Мамкин вот очередная ошибка шайба попадает в 27-го номера все тот же Квапел звено Волкова у Динамовцев Волков Козлов Квапел очередное удаление это что Спартак а нет Динамо Волков которого я только что называл как главную фигуру в звене удаляется на пару минут 44 секунды до окончания второй 20-ти минутки вы знаете если обратиться к статистике то армейцы Москвы постепенно поднимались по результатам в этом турнире и дошли в прошлом году до первого места это за три турнира а что касается Спартака то за три турнира у него не было только четвертого места так что не исключен вариант что при такой атакующей игре Спартак окажется четвертым в этом году звучит сирена закончился второй период с моей точки зрения он был лучше у динамовцев они и может быть не такое ощутимое преимущество как в первой 20-ти минутки но по крайней мере лучше Спартака они были и справедливо что динамо выигрывает со счетом 2-0 но я передаю команду защитника а вот что касается красно-белых они здесь пока в большинстве себя не показали и не показали как же они собираются действовать при игре 5 на 4 4 на 3 на пятачок шайба выскакивает Пиканович успевает перехватить шайбу Хосса ошибка в передаче Хосса ошибся и не спеша так выезжает из зоны соперника и не спеша тоже поехал меняться я не знаю может быть у Хосса уже выработалась привычка от которой он избавиться не может в национальной хоккейной лиге тренировочные игры вот так вот не спеша проводить может быть и так поскольку как-то психологически надо готовить себя к сезону длинному сезону в НХЛ поэтому тренировочные игры особого значения не имеют тем более что человек сидит на одностороннем контракте это тот у кого двухсторонний контракт должен себя показывать это президент московского Спартака Вячеслав Старшинов вот стоит вы видите вложен один овцы владеет шайбой Кокарев потерял Михайлов вылезает на ворота соперника бросок по воротам опасная опасная ситуация правда сложно партнеру Михайлова было попасть по воротам ну вот задвигался Спартак по крайней мере в этом отрезке в этом отрезке и в составе Жуков Михайлов Юньков Михаил Юньков Пачкалин решил братьев развести в разные звенья вот Михаил играет с Михаиловым и Жуковым а Александр с Ворониным и Белоконем потерял шайбу при входе в зону Сергей Соин а нет не долетает шайба до ворот это Пиганович пытался набросить туда шайбу это не был бросок по воротам набросить шайбу на пятачок поближе к Еременко нет на такой скорости никого не обыграешь штумпель в средней зоне потерял шайбу я лазвара на ваших экранах я лазвара я лазвара перехватывает шайбу ружечка но динамовцы пытаются организовать атаку динамовцы пришелся пришелся щитки динамо умело отходит назад и спартак сваливается на индивидуальную игру нет у них возможности сделать какие-то хитрые ходы которые бы стали неожиданными для соперника очень продуктивно динамо обороняется в зоне ну вот видите это бросок Квапела по-моему Фиганович Жуков прострельная передача на Михайлова а нет низом мимо дальнего угла помешали спартаковцам друг к другу Жуков и Михайлов так Квапел а не плохой нападающий 27 номер у динамоса это Пиганович Михайлов нет не дотянулся до шайбы хотя в падении пытался ее перехватить снова 27 номер снова Квапел и Квапел И Воронин. Воронин. Бросок к воротам. Вступает в игру Александра Еременко. А это Бойков. Начинал атаку. Динамовскую не очень точно. Выход к воротам соперника Сойена. Бросок к воротам, но не смог нападающий переиграть спартаковского вратаря. Хорошая была позиция у Сойена. Получил неплохую передачу от партнера. Вот с точки вбрасывания наносил бросок. Не мог дальше уже продвигаться. Макаров. О, на пятачок выбрасывает шайбу не глядя. Легионеры спартаковские, я имею в виду словаков, совсем без скорости действует. Еще иногда ружечка пытается. Вот я вспоминаю Штумпеля, очень результативно он играл в Астане. Но там были два крайних нападающих, очень быстрых, мощных, достаточно результативных. Они сейчас играют в другом коллективе. Это Глазычев и Спиридонов в Металлурге Магнитогорском. Так что с ними Штумпелю было легче и проявить себя, и на них как-то сыграть. Он, безусловно, смотрелся с этими партнерами. А вот с себе, извините, подобными, с игроками, которые тоже многое прошли. Много лет поиграли в Национальной хоккейной лиге. Тот же Хоц и Ружечка, который тоже понюхал порох на Национальной хоккейной лиге. Я думаю, что ему сделать это гораздо сложнее. Да, ненужная совершенно попытка Никонцева обыграть соперника в средней зоне. Приводит к потере шайбы. Динамосы сейчас очень умело обороняются в средней зоне. Комаристы. Это Губин, 22-й номер, проброс. Нет, не сумел. Перехватить шайбу на синей линии в защитник «Спартака». Бойков перехватывает шайбу. Довольно быстрая игра, но несколько сумбурная со стороны «Спартака». Он заставляет соперника, вот в третьем, по крайней мере, периоде, удаления, нет. Играть быстро. Нет, не уйдет. Не уйдет. Жуков, Великов там подстраховал своего партнера по обороне. У «Динамо» там человек восемь было на площадке, наверное. Мощный бросок. Вот сейчас «Динамо» пришлось потрудиться. Кокарев. Снова Кокарев. И Косутин. 10.54 на табло. Это время, которое осталось до окончания третьего периода. На ровном месте. Чуть не упал «Белоконь». Поопытнее, конечно, «Динамовцы». Это Кудашов. 32-й номер. «Спартак» выбрасывает шайбу из своей зоны. Поопытнее, поэтому связи прощупываются гораздо лучше, чем у «Спартака». «Белоконь». Воронин. Ох, как хитро пытался сделать передачу на пятачок. Нет, мимо. коньков устал белоконь хотя ему направлялась передача и он поехал меняться вместо него вышел кто-то другой оружичка не остановил шайбу не смог ее остановить и проброс спартак поживее стал в третьем периоде явно поживее но этого мало для того чтобы добиться успехом мало надо чтобы еще момента создавались один а в атаке пожалуй это была передача моментально динамовцы вот молодцы моментально отходят назад всей пятеркой встречаются соперника в средней зоне и вы знаете это не единичный случай это на протяжении всей сегодняшней игры поэтому у спартака вот такой вход в зону сходу к сопернику не получается константин волков выиграл бросание в чужой зоне снова волков у него шайба его атакуют вишневский они концов это губин комаристы ох какой бросок великолепный в исполнении губином и хорошо сыграл александр еременко очень активная фигура в этом звене у динамо это волков десятый номер контратака вдвоем против одного нет надо самому атаковать и бесполезно передать делать передачу на комаристова бесполезно я думаю что сейчас не то решение принял 12 номер никонсов хорошо играет еременко технично красиво задержал шайбу в ловушке потом решил бросить ее своему защитнику но судим показалось что слишком долго и еременко держит шайбу селезнев жуков прострельная передача на пятачок на михайлова вот сейчас можно самому вылезать нет не удается не как это сделать там чернов нет а нет не получилось и броска не получилось очевидно хотел вывести себя на еще более выгодную позицию но в результате весь был борьбе с защитником спартака ну и вылезать на ворота надо какой силовой прием со стороны великого все чисто все абсолютно чисто это кокарев на борьбе с мамкиным бросок по ротам и 3-0 3-0 это граник думаю что ставит точку в сегодняшнем матче граник смотрите как регионеры легионеры отличаются в динамо квапел сегодня забросил граник но с такого расстояния свою команду касутин не мог конечно выручить очень мощный был бросок но почему сразу передачу не сделал был свободный штумпель стоял на правом фланге здесь нет что-то ждем а потом мы прождали две-три секунды ситуация моментально изменилась на поле уже играть не с кем играет не с кем пиганович не дал возможности Сойну завладеть шайбой. Хорошо сейчас Хос распорядился. Ановак. Ановак и Щедилов. Вот такая пара у динамовцев. Проброс в браслане будет в зоне Александра Еременко. И 6 минут 2 секунды до окончания сегодняшней встречи. Не побоюсь это утверждать, поскольку отыграться со счета 0-3 при такой игре в атаке, как у красно-белых в сегодняшней встрече, практически невозможно. Ну, упал не вовремя. Кто это, Зимченок? Кудашов. Чуть было не сотворил гол. Не, он сам партнера с его помощью, с его передачей. Вот, посмотрите. Довольно точная передача. Ну, Селезнев там сумел в последний момент на пятачке помешать сопернику. Динамо в атаке. Комаров. Очень активен. Он в любой игре активен. В любой игре мы можем Комарова отметить. Не было такого у него, что пропал. Игрок ну, совсем не видно, есть он на поле или нет его. Контратака. Комаристы, по-моему, судя по тому, что игрок очень быстро катится. Бросок к воротам. Нет. Вступает в игру Александра Еременко. Все благополучно закончилось для московских динамовцев. Масло! 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 Макаров С Вишневским играет со своим партнером по обороне. Ох, какая передача! В среднюю зону можно играть. Юньков Александр и Яла Сваара против него. Назад защитнику можно. Жуков. Красота, как сыграл сейчас динамовский защитник Граник. Отобрал шайбу у Жукова. Квапел. Снова Квапел. Бросок. Попадает Макарова. Все поехали меняться, так что Жукову надо притормозить. Александр Юньков. А вы, спартаковцы, как только чуть задержались, в средней зоне приходится на индивидуальную игру сваливаться, потому что просто у владеющего шайбы нет ходов. Ну, не с кем сыграть. Удаление. Удаление. Удаление у Динамо. 3 минуты 44 секунды до окончания первого периода. Игорь Щадилов за игру сломанной клюшкой удаляется на пару минут. Вишневский с шайбой. Молодец, Штумпель там разобрался. Косса. Бросок к воротам Вишневского. Снова к нему Шаева приходит. Штумпель. Нет, не получается атаку у Спартака и не получается вывести хоть кого-то на бросок к поворотам. на Никонцев потерял шайбу. И контратака Динамо Горовиков. Нет, нет, уже нельзя было делать передачу. Надо было самому атаковать, потому что партнер сместился здорово к борту и успел когда передача пошла к партнеру успел вратарь Спартака переместиться в левый от себя угол. Динамовцы в полном составе в очередной раз Спартак абсолютно без зуба сыграл в большинстве. Ни одного броска по воротам. Сидилов. Козлов. Жуков. Ну вот видите как активно десятый номер Константин Волков борется с Жуковым. Ну раздались возгласи шайбу-шайбу кому они относятся наверное к Спартаку. поскольку Спартак в атаке. 33 секунды. Чернов в одиночестве. Ну и какая неточная передача у Мамкина. отобрал шайбу у Чернова вроде все нормально вроде все хорошо и надо же вот еще Пиганович делает передачу своего попадает игрока. Ну что же абсолютно по делу результат сегодняшней встречи безоговорочная победа динамовцев которые в каждом из периодов забросили по шайбе 3-0 итого в двух матчах я уже говорил о том что эти соперники встречались до кубки губернатора Нижегородской области там счет был 5-1 сегодня 3-0 ну как для Спартака лучший результат или хуже боюсь что-либо сказать по этому поводу думаю что вывод может быть только один атака у Спартака хромает на обе ноги вот с этим и надо что-то делать красным-белым я на этом заканчиваю наш репортаж спасибо вам за внимание сегодня с вами был комментатор НТВ плюс Борис Майоров всего вам доброго